Пума. Эту красивую дикую кошку еще называют горный лев и кугуар. Это довольно крупный хищник, высота которого составляет от 60 до 80 сантиметров, а вес может превышать 100 килограмм. Обитает пума в Северной и Южной Америке, и там часто удивляют людей своим неожиданным появлением. В штате Орегон, США, спортсмен на своем питбайке гонял по лесным тропам и заснял интересную встречу. Пума выскочила из леса и пробежала в непосредственной близости от байкера. Похожий случай. Нью-Мексика. 12-летний подросток со своими друзьями катались на байках по горной местности. И также, как и в предыдущем видео, пума неожиданно появилась на дороге и чуть не угодила под колеса, сильно впечатлив ребят. Канада, Британская Колумбия. Жители частного дома услышали лай собак и были сильно удивлены, когда увидели, что за гость пришел на их двор. Горный лев был в окружении собак. Но он не пытался убежать, а только шипел и не торопясь расхаживал по территории. Собак кошка не сильно боялась и уходить никуда не собиралась. Через пару минут кошка все же бросилась на одну из собак и скрылась из вида. Колорадо, США. Ранним утром хозяин дома по имени Дэвис обнаружил на террасе четырех горных львов. С его слов, к нему на территорию часто заходят дикие животные, особенно олени. Но горных львов он видел здесь впервые. Хищники вели себя вольготно, пили воду из вазы, ходили по всей территории и запрыгивали на перила. А через пять минут они вернулись обратно в лес. А эта пума решила поспать на крыльце дома прямо под входной дверью. Хозяин этого дома сразу включил камеру, когда заметил эту большую кошку. Пума человека не боялась и даже когда он подошел вплотную к стеклу, она лишь спокойно на него посмотрела и не двинулась с места. Уходить кошка явно не собиралась и человеку пришлось вызвать полицию, которая прибыв на место спугнула пуму и дикий зверь убежал в лес. Этот горный лев тоже пришел в жилище людей. Он немного походил по коридорам и даже улегся на пол и так пролежал до утра. Утром шуму спугнул его. Он убежал, а через пару секунд открылась дверь, из которой выглянул жилец, который чуть не столкнулся с дикой кошкой лицом к лицу. Эта кошка далеко не убежала и через некоторое время опять появилась тут, напугав женщину, которая выгуливала собаку. Калифорния. Этот человек заметил пуму на своем дворе и сразу включил камеру. Кошка спокойно сидела недалеко от окна и как только заметила, что ее снимают, сразу же покинула территорию. Камера наблюдения запечатлила пуму, которая проникла на этот двор. А через пару секунд появляются еще три кошки, спокойно прогуливающиеся рядом с домом. Эта дикая кошка всего лишь утоляла жажду водой из бассейна, в то время как удивленные хозяева снимали ее из окна. Встретить пуму на мосту, с которого не сойти, то еще потрясение. Лос-Анджелес. Во время пешего похода турист повстречал на дороге горного льва. Дикая кошка сначала спокойно сидела и смотрела на человека, а потом пошла ему навстречу. Турист сохранил хладнокровие, остался на своем месте и продолжал снимать, а пума тем временем прошла совсем рядом от него. Парень по имени Крис отправился в поход на горном велосипеде и неожиданно столкнулся с горным львом. Сначала он увидел какое-то движение в траве, а через несколько секунд там появилась дикая кошка, которая медленно подкрадывалась к человеку. Вскоре горный лев был уже совсем близко и с попытством смотрел на парня. Крис попытался ее отогнать, но у него это не получилось. Кошка немного отошла и уселась неподалеку, но через некоторое время все-таки ушла обратно в лес. Тут повстречали пуму в совсем неожиданном месте. Дикая кошка плыла к людям, которые находились в лодке. И если бы они не поддали газу, пума могла бы забраться прямо в лодку. Но в последний момент она все же свернула и направилась к берегу. Канада. Парень по имени Дэн забирал свои фотоловушки, когда неожиданно увидел пуму. Оказалось, что поблизости были ее котята, и кошка внимательно следила, не представляет ли человек опасности. Эта встреча закончилась благополучно. Вскоре кошка потеряла интерес к Дэну и ушла. Прогуливаясь по лесной дороге, мужчина неожиданно повстречал на своем пути маленького дикого котенка. Оказалось, это был детеныш пумы. Но тут показалась мать этого котенка и стала угрожающая наступать. Человек начал пятиться назад, а хищник не отставал и шел по пятам. Больше шести минут кошка шла за мужчиной, отгоняя его по даче от своего детеныша. И потом все-таки развернулась и убежала обратно. Женщина по имени Тиффани занималась пешим туризмом в одном из национальных парков Аризоны. Она поставила палатку и вскоре услышала странные звуки. И вскоре обнаружила совсем рядом с собой на дереве горного льва, который спокойно сидел и смотрел на женщину. Тиффани начала кричать на кошку и кидать в нее ветками. Но пума не обращала на это внимания. Спустя 10 минут хищник все же спустился с дерева, но далеко уходить не собирался. И туристка быстро свернула свой лагерь и ушла подальше от этого места. Этот человек также неожиданно повстречал пуму, сидевшую высоко на стволе дерева. Прогуливаясь со своей собакой, мужчина наткнулся на пуму, которая сидела на месте и не убегала от них. И даже когда собака подошла вплотную и стала лаять, кошка не убежала. Человек начал кричать, чтобы спугнуть хищника, но и это не помогло. Пума упорно не уходила. Опасаясь, что она может атаковать, человек с собакой поспешил отойти от нее подальше. В национальном парке Техаса по тропе навстречу туристам вышла пума. Кошка не сильно обращала внимание на людей, она даже не смотрела на них. Дело в том, что поблизости находился олень и хищник начал на него охоту. Через минуту кошка делает прыжок в заросли и убегает в сторону добычи, оставив туристов под впечатлением. Этот человек приготовил оружие, когда пума начала наступать на него. Скорее всего, неподалеку были ее котята, и таким образом она отгоняла чужака подальше. Кошка продолжала наступать, и человеку пришлось делать пару предупредительных выстрелов. И только после этого она успокоилась и повернула обратно. Национальный парк штата Монтана. На туристической тропе парень наткнулся на горного льва. Хищник не был агрессивен, но все равно напугал человека, особенно когда двинулся в его сторону. Лев прошел стороной совсем рядом, остановился на мгновение, посмотрел на туриста и пошел дальше. А парень сразу двинулся назад и рассказал смотрителям национального парка об этой встречи. На этом все. Друзья, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, впереди очень много интересного. А я с вами прощаюсь ненадолго. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok